МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа персональный акцент. И говорить мы будем не о политике. Христианский мир в эти дни живет ожиданием одного из чудес православной церкви, являемых ежегодно вот уже на протяжении как минимум 17 столетий, а именно ожиданием схождения благодатного огня. Оно происходит в Храме Гроба Господней в Иерусалиме Великую Субботу в канун празднования главного христианского праздника – Воскресения Христова – Пасхи. О событиях и значении этих дней, о роли веры, христианства в жизни человека поговорим с нашим гостем. У нас в студии клирик Свято-Георгийской церкви Кишинева, отец Виталий Шинкарь. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, накануне величайшего чуда, которое с волнением ожидают миллионы христиан, но и не только, в общем-то, христиан, представители самых разных конфессий религиозных, вновь разворачивается компания, я говорю языком журналистов, компания критики в адрес вот самого события. Ну, уже не один год мы, журналисты, сталкиваемся с тем, что в прессе появляется сообщение о том, что великое чудо схождения благодатного огня – это не чудо, это, ну, некий фарс или это, может быть, некое явление физического характера. Вот тогда такой вопрос, ну, что могут священнослужители в качестве аргумента в пользу, будем говорить, чуда, и что хотелось бы сказать, например, тем, кто подобные заявления, так сказать, рождает или вот выходит с такими заявлениями в публичное пространство? Я думаю, что ответ будет и простой, и в то же время сложный. Простота ответа в том, что, чтобы не исходило из гроба Господня, это будет чудо в любом его движении. Я даже больше скажу. Дело даже не в благодатном огне, а дело в том, что, возможно, это единственное место на земле, где воссияло настоящее солнце. Мы можем развернуть для большего понимания даже так. Это место, откуда произошел взрыв, тот самый великий, до которого жизнь была условно, могла быть названа жизнью. Для меня, как для христианина, конечно, события, которые произошли в этом месте, события, которые произошли в этом гробе, и то, что воссияло из него, оно приравнивает для меня это место к абсолютной святыне. Не как камень, не как булыжник, и даже не как огонь, который на нем загорится, а как то, что соединяет меня с самой главной и самой важной частью моей жизни, ради которой, собственно говоря, я готов дышать, ради которой я готов все потерпеть и готов на любые обстоятельства, потому что у меня есть смысл, у меня есть впереди стоящий смысл. Человек устроен именно так, что если у нас есть то, ради чего, только тогда я знаю, как и зачем. Это очень важно. То есть вера, она является для меня не тем, что я использую в субботу и воскресенье, когда я одеваю облачение, там прихожу в храм. Вера для меня — это то единственное пространство, внутри которого работает вся моя жизнь. Без нее все бессмысленно. Поэтому, говоря о схождении благодатного огня, говоря о том, правда это или неправда, мы, скорее всего, должны вглядеться, кто это говорит и с какой целью. Вот, скорее всего, этот вопрос гораздо важнее. Здесь же некая такая очень близкая нам и понятная по современному времени тема. Вот люди, называющие себя часто либералами, а по сути говорят, там обычные западники, да, у них существует некая такая очень всегда конкретная модель нелюбви к государству. Власть всегда плохая, особенно если это власть там какая-нибудь там сталинская, там не знаю, путинская, ленинская, не знаю, какая угодно. Она всегда плохая. То есть вот для интеллигента, для либерала не бывает хорошей власти. Ну, назовите мне какого-нибудь хорошего правителя для либерала, там, допустим, там наших широт за последние 300 лет, и вы его не найдете. Но в этой ненависти человек на самом деле сам себя обманывает. Он думает, что он вот такой борец с нечестным правительством, с нечестной неправдой какой-то, а на самом деле он тихо ненавидит всю эту страну. Он всегда презирает ее людей, которые что-то не то выбирают вечно. Он всегда презирает географию, широты, отсталость, дикость и так далее. Это некая такая форма рабства, форма раболепства. Она, конечно же, очень часто подпитывается. Там приедет какой-нибудь дядя и скажет, какие вы молодцы, как вы вот тут ненавидите соседнюю страну. И это называется свободой? Да, свобода мышления, свобода воли и завлений. Свобода либерала — это фактически свобода сытого человека. И здесь, вот когда мы встречаем такое противостояние мнений, я всегда вот хочу узнать цель вот этого сомнения. То есть вы сомневаетесь почему? Потому что вы убежденный христианин? Вроде бы как нет. Вы сомневаетесь потому, что это важно там для вас? Нет. Вы борец за какую-то там чистоту общественной морали, за нравственное бытие общества? Вы сами образец этому? Нет. И, соответственно, четко и твердо для меня очевидно, что есть некая в этом тезисе борьба не с самим явлением, а борьба с чем-то гораздо более глубоким. Все начинается же просто. Сначала вот вы жирные глупые попы, потом «а что, ваш апостол, кто они такие? Они такие же люди, как и мы. А кто ваш Христос? Ты такой же Бог, как и все остальные. А что, ваша вера, она мешает нам жить так, как мы хотим?» Вот где конечный финал. То есть в конечном итоге плюнуть можно только в Бога, больше никого нет. По сути говоря, это единственное, что в этом тезисе для меня очевидно. А уже говорить о том, благодатный этот огонь, чудо это или не чудо, я вполне готов. И для меня это там добрая реальность. Я готов о ней говорить и поэтически, и исторически, и даже, если хотите, научно. Но только если цель нашего разговора не будет в том, чтобы мне сказать какую-нибудь гадость обо всем, прикрыв это благочестивой формой обсуждения какого-то, видите ли, неблагочестивого явления. То есть я думаю, что вот это, скорее всего, главная проблема нашего глубоко покорёженного мира. Мы не готовы обсуждать на глубине никакое явление, но зато готовы поверхностно судить обо всём. Этого хватает для нашей гордости, этого хватает для наших примитивных простых знаний. Причём, опять-таки, заметьте, например, с физиком-ядерщиком спорить, ну, не каждый держнёт. Он просто возьмёт мел, доску, скажет, ну, коллега, обоснуйте. А вот тут, понимаешь, бодаться в таких вопросах может каждый человек. Особенно сейчас в соцсети открывают такой огромный фронт, где любой человек, который зачастую просто ничтожен, который пуст, но он может делать высокие заявления и так далее. Да, и статус доверия возникает из отрицания чего-либо. И тогда начинаешь приобретать некую такую доверительную, будем говорить, зону, куда все вовлекаются, начинают участвовать, спорить. А подпитана всё простой мыслью, которую ещё Фёдор Михайлович нашмедил, что я несем, якоже прочие твари, я гораздо лучше, я умнее, я не быдло, вот тупое, которое у вас в церкви, как меня очень часто любят в соцсетях, говорит, ну, говорит, слышать что-то от догматиста, это пошло. У меня очень всегда висит слово догматист и так далее. То есть, как бы, заведомо подразумевая, что твой собеседник тупее тебя, это, конечно, уже хорошее начало разговора, которое там сулит на много пользы. Кстати, в этом смысле замечательное было всё-таки обращение, которое трудно приживается вот в нашей русскоязычной действительности слово «господин». Да, в этом слове я как бы ставлю вас в собеседнике на ступенечку выше себя. Ты мой господин, и я сейчас служу тебе. Я слушаю тебя, я смотрю на тебя снизу вверх. Даже слово «товарищ», которым любят, так сказать, бравировать наши товарищи, так сказать, из бывшей жизни, они забывают, что оно происходит в слово «товар». Это было слово, которое принесли купцы, как единое общее дело, неоткуда и товарищества возникли. То есть, в этом слове, может быть, потом родилась идея братства. Само слово несёт в себе корень «товар». А вот слово «господин» несёт слово «высоты». И вот если наши братья-либералы очень часто любят называть друг друга таким замечательным словом, то почему-то вот за этим словом не следует действие. Если уж «господин», то выслушай меня. А если ты так меня называешь и действуешь по принципу, что сейчас я вам, господин, объясню, почему вы дурак и хуже меня, то тогда ты обессмысливаешь и дискуссию, и смысл слов, и всего остального. То есть, я за дискуссию, за честную, настоящую, но за дискуссию, внутри которой мы будем говорить о правде, о смыслах и о содержаниях, а не об эмоциях и не о скрытых мотивах твоей ненависти, которые ты прикрываешь каким-то шоколадом, думая, что я не вижу, что под этим шоколадом кроется обычное дерьмо. Я позволю обратиться к своему личному опыту. Я, ну, не однажды присутствовал при церемонии схождения, ну, не находясь, конечно, в кувукле, не, так сказать, не почином, но я был среди тех паломников, которых десятками тысяч стекаются в этот день в Иерусалим, в храм гроба Господнего, наблюдать, быть причастными к этому событию и попытаться увести на себе на родину частичку этого благодатного огня. Я видел, как это все происходило и какими лицами, какими взорами паломники обращали свое внимание к происходящему, к тому, вот как проходят ожидания, сколько, ну, вот интересных разговоров, как читают молитвы, сколько песнопений в это время происходит, как много разных людей в то же время, объединенных одной верой, сходятся в этот день, вот в эту географическую точку. Для меня много открывалось. Во-первых, сразу возникает ощущение сопричастности к истории и понимание то, что, в общем-то, есть, опять же, позволю такой пример, что Библия это своего рода даже учебник истории, потому что ты видишь воплощение в физическом виде того, что, в общем-то, описано в этом труде, в этой книге. Ты видишь эту колонну расколотую ударом молнии снизу из земли, ты видишь многие предметы, которые связаны с жизнеописанием Иисуса Христа. Ты как бы понимаешь, что, в общем-то, за всем этим, это как бы либо толчок обрести эту веру, либо толчок тому, чтобы, разделив понимание всего этого, ну, во всяком случае, не уходить в лагерь тех, кто начинает жестко отрицать события. Я почему это говорю? Ведь по прилету, по прибытию оттуда не было, ну, наверное, человека, который не задал бы мне вопрос, правда ли это? Ты веришь во все это, что это действительно чудо схождения благодатного огня. Вот первое, что мне первое пришло на ум, когда вот мне задали этот вопрос, первые, я сказал следующее, я видел такое количество людей, которые истинно во все это верят, что у меня возникла мысль, а нужно ли вообще все это описывать, пытаться узнать метафизику этого процесса, когда ты видишь, что за всем этим следуют добрые порывы людей, которые, увозя это тепло веры к себе на родину, вкладывая определенный глубокий духовный смысл во все это, в общем-то, начинает следовать, то есть, продолжает следовать духовным религиозным принципам, начинает продолжать, то есть, продолжает следовать тому, как они жили, ведь этот путь привел их в Иерусалим и дальше ведет их в жизни. Для меня это стало, в общем-то, наверное, так сказать, точкой в споре, правда это истинно это или неистинно, я сразу понял, для меня это, в принципе, я это принимаю, вот я себе так ответил. Мне кажется, что вы еще более ключевое слово сказали, вы сказали слово «сопричастность», это очень важно, вот зачем люди стоят с вербами в вербное воскресенье, зачем люди вот сегодня погребают эту плащаницу, это всего лишь плат, на котором изображал Христос, вот я стоял вчера перед этим Христом, читаются страстные Евангелия, вот мы читаем тысячный-тысячный раз напоминание об этой страшной смерти, мы слышим хруст этих костей, мы слышим суд Пилата, эту пустоту человеческих воплей, и мы все стоим с ним, что мы делаем в этот момент. И мне кажется, что это единственное, вот то, о чем вы говорите, это единственная попытка быть сопричастным, это попытка прикоснуться. У меня нет реальной возможности быть со Христом в те дни, это было давно. Но в церковном представлении, как и в человеческом, слово символ — это несколько не то, о чем думает современный человек. Современный человек думает, что символ — это выражение того, чего на самом деле нет. А в церковном понимании все задано наперед. Символ — это единственная возможность выразить правду, которая существует всегда. Вот у греков символ родился с таблички, которую ломали пополам, глиняную табличку, и два человека, уходя в разные там стороны света, условно говоря, брали эту табличку. И чтобы через века встретятся наши дети, они не будут узнать, были мы родственниками или нет, но они приложат эту табличку. Слушай, вот оно, вот наша с тобой связь, она здесь. И вот этот огонь, события, которые мы отмечаем в течение своего церковного года, рождения своих детей, и почему каждый раз повторяем этот день рождения, свой день рождения — это все для нас вот те символы, которые по-настоящему делают меня сопричастным чему-то, что гораздо больше, чем любой человеческий инструмент может написать. То есть для меня гораздо важнее переживать вот это свое единство. В этот момент я вот понимаю, что моего сердца касается какая-то истина, последняя правда — это истина, вот касается меня. Вот некогда Достоевский очень замечательно выразил такую мысль, она может быть богословски не до конца верная, но человечески она высказана, на мой взгляд, великолепно. Он сказал, что если мне когда-нибудь докажут, что Христос вне истины, а истина вне Христа, я желаю остаться со Христом. Вот интереснейший момент, как бы да, что точка твоей веры, она для тебя важнее, чем все на свете. Она для тебя будет важнее, чем все люди мира, которые будут говорить тебе, что ты неправ, что ты сумасшедший и так далее. Получается, архимедовская точка опоры. Вот где-то, может быть, так мы можем ее сравнить. Если мы ее имеем, мы сдвигаем Вселенную. И более того, человек больше Вселенной. Человек не микрокосмом, человек-то макрокосмом, потому что Вселенная — это простая органика. У нас она ДНК наша сложнее, чем формула всей Вселенной вместе взятой. Но я хотел бы вот такую интересную штуку предложить вам, если вы позволите. Буквально в двух минутах я попробую. Ну, может, даже попробую меньше. Почти на грани. Возможно, я попробую в двух вот этих минутах описать смысл содержания христианства, чтобы было понятно, вот, собственно говоря, о чем мы говорим. Христианство видит историю следующим образом. Бог создает мир ради человека, не наоборот. Человек — вершина творения. Он создается в последний день. И в этот день возникает тот, ради которого этот мир. Человек, который был создан, он не устоял в любви. Это была единственная заповедь, которая была ему дана от Бога по-настоящему — сохранить любовь. Потому что твой источник жизни — это я, Бог. И я тебя создал, человек, чтобы ты стал царем этого мира, и чтобы ты через себя привел этот мир в соединение со мной, с Богом, с настоящим. Поэтому ты создан по образу и по подобию. И когда-то я, Бог, тоже стану человеком, чтобы и с тобой человек соприкоснулся на последнем пределе. Потому что если Бог не станет человеком, то все равно между нами останется навсегда пропасть. Я никогда не смогу ее перешагнуть. Все равно мы слишком разные. И вот человек, который не устоял в этом, он падает, Адам становится смертным, и смерть передает нам по наследству. Это смерть — тот вирус, который мы носим в себе и передаем его дальше своим детям, детям своим детям и так далее. И смерть становится самой страшной реальностью. Она — единственная правда в жизни. И вот остается такой всегда очень интересный вопрос. Предположим, что то, с чего мы начали, что мы приговорены. Вот смерть — это то, к чему мы приговорены. Мы сидим в тюрьме, где приговор наш пожизненный. Какая новость нас может обрадовать? Только амнистия. Вот единственная новость, которая для меня может быть живой, когда придет газета, где скажут, знаешь, вот, друг, ты отсидел, ты помилован. И вот эта амнистия, вот она перед нами лежит. Это Евангелие. Оно почему так и названо? Потому что вот со временем Адама мы ожидали, ожидали, ожидали. Был маленький народ, которого Бог избрал. И вот они хранили эту правду. Правда была раскидана кое-где в каких-то кусочках мира. Но вот эта правда становится человеком. Вот эта истина, живая истина, настоящая, становится человеком. И Пилат, когда он будет говорить со Христом, он даже не станет в этот разговор влезать. Когда Христос ему скажет, что я есть истина, Пилат ему скажет, какие пустые разговоры, истина вообще нет, что есть истина. И вот эта истина открывается нам в этом кусочке документе, который так и называется, Евангелие, благая весть. Вот она, наша амнистия. Что пришел тот, кто нас избавит от смерти. И он нас избавляет. Но какой ценой? То есть эта цена страшная. Получается, что человек, созданный Богом, совершает страшный путь. Он отвергает своего Бога, убивает его, и через это с ним мирится. Вообще какая-то шизофрения. То есть убив Бога, человек окстился. Что я натворил? Какой кошмар. То есть до чего я там дошел? И это смерть Бога, который пришел в этот мир не потрясти его там, не наказать его, да? А вот он пришел для того, чтобы отдать себя нам и победить своим смирением. Победить мир последней любовью. Без всякого сопротивления, без армии. Потом мы станем с армиями, христиане, будем уже тоже воевать, будем сами резать. Но Господь так не вел себя. И вот он воскресает. И вот на этом гробе Господня это происходит. Что для меня этот гроб Господень? Это жертвенник, где за меня пролита самая страшная цена крови Бога. Где я спасен и где я снова обретаю себя как смысл, как правду. И уже дальше мы течем от Христа, от нового Адама. В этом вот содержание христианства. И соответственно, христианинам мы будем только тогда, когда я сопричастен этому. В противном случае, я дворняжка. Я никто. Я могу иметь свою личную веру. Пожалуйста, меня никто не запрещает. Меня никто не запрещает веровать, как я хочу. Бог вообще никого не заставляет. Более того, наш Бог — это не Бог распинающий, а Бог распятый. Это Бог, который сам пошел на распятие. И показал, что доверяет он человеку до последнего предела. И поэтому действительно, воистину, без человека невозможно доверять миру. Бог верит человеку. Бог доверяет человеку до последнего, отдавая себя ему, зная, что будет предан оболган, но и зная, что будет услышан. И вот наш гроб Господний для нас — это источник всего. Это для нас купель. Это для нас, если хотите, родовая полость. Это матка для нас, если хотите, внутри которой мы родились все как люди. И поэтому мне, как христианину, мне вообще все равно, что мне с того гроба привезут. Если вы мне привезете оттуда, понимаете, свечку, которая скажет, вы знаете, я приложил ее вот к этому. К месту. И вот я сейчас ее зажгу, и для меня я поцелую эту свечу. Потому что это для меня огонь правды. А когда вы пережили это лично, кто отымет у вас эту правду? То есть вас можно убивать, резать, совесть-то ваша свободна. То есть в этом смысле свобода совести — это не закон, а это внутренняя моя правда. Моя совесть не может быть под законом. То, что вы пережили, это опыт, который очень сложно одеть в слова. Иногда невозможно. Но вы его сохраните навсегда. Причастность. Ну вот раз мы заговорили о том, что вершина мироздания — человек. Вот мне это напомнило изыскание психологов, психоаналитиков, социологов. И вот одно утверждение известного немецкого философа Эриха Фрома о том, что вера в человечество без веры в человека приводит к бесчеловечности. И понимаем, когда мы говорим особенно о немецких психоаналитиках, философах, сразу вспоминаем, в общем-то, и опыт жизни этой нации, которая прошла через такие жирнова, так сказать, пронеся в биографии своего населения самые страшные преступления, где отрицалась вера в человека, где сама ценность жизни была нивелирована до абсолютного минимума, начинаешь задумываться над тем, что действительно какова ценность жизни человека, как оценить значение человеческой жизни, как оценить значение веры в человеческой жизни, как понять переплетение всего этого даже в судьбах людей, которые не называют себе верующим, но так или иначе они, наверное, каким-либо образом соприкасаются с верой, потому что мы общаемся, допустим, атеисты общаются с людьми верующими и общаются с действиями, с поступками, то есть они сталкиваются с поступками этих людей. То есть получается, вера практически оказывает влияние на жизнь всего человечества или веру обретаем в качестве какой-то, будем говорить, платформы, фундамента для принятия тех или иных, будем говорить, решений в своей жизни. Ну вы знаете, вот Фром, он увидел очень важную вещь, что есть действительно очень серьезные и очень противоположные понятия, хотя они однокоренные, это человечество и человек. То есть как раз вера в человечество, это была та вера во все времена, под флагом которой совершали самые страшные преступления. Потому что во имя человечества можно ту часть человечества, которая не хочет счастья, большой части человечества, пустить на фарш. Вера в человечество позволяет мне растоптать целые миры ради достижения своих каких-то целей, высоких идей и так далее. И вот евангельский пример доброго пастыря Христа, он совсем другой. Он говорит, что пастырь добрый бросает 99 овец, идет за одной, которая попала в какую-то беду. И он спускается за этой одной, и он ее поднимает из беды и радуется ее находке больше, чем тем 99, которые вот там есть. И собственно говоря, любой человек в своем личном опыте готов с этим согласиться. Что мне дороже там, благочестивый там мой род или один алкоголик, который вдруг перестанет пить и вернется в добрую жизнь. Да я буду танцевать, понятно, для меня будет равно чуду воскресения из мертвых. Для меня будет одинаково дорог любой мой ребенок, но самый больной ребенок будет всегда для меня теплее. Не потому, что я по-другому сужу, а потому, что я иначе не милосердный человек. И я ради него могу жертвовать многими вещами. То есть мы сегодня просто живем в мире, где очень сильно смещена шкала ценностей от христианской в сторону гуманитарной. И вот современные люди, они очень любят рассуждать о добродетелях, о каких-то благих делах, забывая вот этот великий и замечательный анекдот, когда женщина входит в переполенную маршрутку, да, и сидят все мужики, и никто не встает, она говорит, ну джентльмены перевелись. Ну и такой голос, что джентльменов дофига, местов нет. То есть как бы вот это очень важный элемент бытия человека, да, что христианство говорит о человеке, но никогда не говорит о человечестве, в этом совершенно разительная и кардинальная, в общем-то, разница христианства, допустим, там, от конфуцианства, да, где человек-то винтик, механизм ради общего блага существующий. Вот христианский мотив обратен. То есть стоимость жизни человека равняется стоимости жизни самого Бога. Потому что человек — это и есть образ и подобие Божие. И любое нивелирование этого образа, сведение его к скотскому состоянию, доведение его там до абсурдности, какой-то. Это и есть удар по Богу. Собственно говоря, именно поэтому всегда, когда хотят плюнуть в Бога, конечно же, это делают через человека, плюют в него. Это всегда самый удобный момент, самый простой момент. И ты же вроде бы как сохраняешь при этом благочестивый фасон. Ты же не антихристианин, ты же не анти, там. Но вот ты будешь гневаться про кого-то там злобного попа, который там какую-то песню спел, который там, я не знаю, станцевал, что угодно, забывая, что в самом Евангелии Христос показал нам Иуду. Вот интереснейший момент. Вот если пришел такой идеальный Бог, ну задайте вопрос себе, почему он проглядел этого Иуда возле себя? Значит, может он не Бог все-таки, может он не увидел что-то в этом предателе. Однако же Евангелие говорит, что Христос знал, что он предатель. И он множество раз ученикам говорил, что не время жатвы. Вот сорняки, когда будем выдерять, мы выдерем с живыми корнями сорняков и живые корни здоровых растений. Но мы подождем общие жатвы. И вот там, в этой молотилочке Господней, сам Бог, а не вы люди, будет отделять плевело от настоящих плодов. И вот Иуда, который был рядом со Христом, он нам преподнан как страшный и важнейший пример. Я опущусь еще дальше. Адам в раю был настигнут дьяволом, в идеальных обстоятельствах. И дьявол нашел место в сердце Адама там. Иуда возле Христа находился именно потому, что Христос хотел показать нам, что не смущайтесь ничему происходящему в жизни. Не смущайтесь тому, что будут священники под лицами. Не смущайтесь тому, что будут правители у вас, мерзавцы. То есть если я, как Бог, допустил в своем присутствии такое, это всего лишь потому, что я, Бог, который пока что еще Бог милующий, правосудный Бог, я буду потом, когда мы с вами встретимся на страшном суде. Это очень важно понимать. И это очень важно понимать не только в религиозной жизни, но и в политической в том числе, и в социальной, и в дружеской, и так далее. Ведь любой из нас, прежде чем устроить конфликт в семье, с друзьями, мы должны как бы весы в руках цвать. Что мне сейчас важнее? Поссориться вот на голом месте со своим другом, выясняя, кто кому что должен, или сохранить мир? Что мне дороже сейчас? Сказать какую-то гадость своей жене, своему мужу, да, там, разнервировать весь свой дом, взорвать все, там, к чертям собачьим, или сохранить мир? Но ради мира я понимаю, что мне надо пожертвовать собой, мне надо кусок своего сердца заткнуть, закрыть, а я не хочу, а я лучше, чем они, а пошло все лесом. Ах вы сволочи и гады все. И начинается конфликт. И вот христианство, это как раз вот то, о чем говорит Фром. Это вера в человека, не человечество. А ты всегда говоришь со своим ближним, который сейчас перед тобой, и он нуждается в твоей помощи. Не какое-то человечество, которое, я не знаю, гипотетически недоедающее в Африке, а вот тот человек, который с тобой рядом. И этот человек перед тобой у Христос. И за это тебя будут судить. Потому что Христос в этой же книжечке говорит, что я был в тюрьме, вы не пошли ко мне. Я голодал, и вы меня не накормили. И люди удивляются правильно, говорят, а Господи, когда ты был в тюрьме? А когда ты был голодный? И он говорит, что истинно говорю, если вы это сделаете любому человеку на земле, вы это делаете мне. Вот немецкий психофилософ, он через опыт, через науку, через действия приходит к выводам библейским вполне. И, кстати, во многом потому, что немцы народ библейский. И потому что их история, как и история многих христианских народов, это история тяжелых потрясений. История — это вообще падение. Нет истории, которая вот такая. Всякая история вот такая. Мы рассматриваем свои падения, поражения, свои там раны, свою кровь. И это единственное, что перед нами по-настоящему в истории лежит. И главный смысл, и главный смысл истории в чем? Ради чего все мы это делаем? То есть какая задача нас как людей? И вот Пасха — это ответ. Огонь на гробе Господнем — это ответ. Ответ — это любая книга, которая будет в тебе мысль. Ответ — это человек, который сейчас с тобой говорит. Ответ — это все. Но хочешь ли ты этого? Или ты хочешь войны? Не знаю, как зрители, но вот я, слушая вас, уже услышал несколько ответов на некоторые свои размышления. Например, часть моих друзей обижается на то, что я перестаю с ними видеться, общаться. Хотя какую-то часть своей жизни я им посвящал в те дни, месяца, в то время, когда было достаточно сложно, постигали определенные трудности. Я помогал им идти по этому пути, чем мог. Но мне было интересно это действие. Мне, будем говорить так сказать, как обычному простому человеку, нравилось быть милосердным и помочь этому человеку. Я получал от этого определенное удовольствие. Затем дальше быть сопричастным к его успешной жизни, у меня почему-то не было тяготения. Но я понимал, что у него все хорошо, у этой семьи все хорошо. Сейчас я как-то себе даже объяснил, почему это произошло в моей душе. И я к этим людям прекрасно отношусь, считаю их своими друзьями. Но вот что еще хотелось бы разобрать с вами в наших словесных формулировках. Вот государство и церковь. Вот когда они должны идти вместе? Должны ли они быть вместе? Насколько переплетена вот эта ситуация государства и религии? Ведь смотрите, мы сегодня говорим, церковь отделена от государства. И это было и в советские времена, это и сегодня, когда количество верующих увеличилось, конечно, по сравнению с советскими временами. Нет того воинствующего атеизма, он ушел в прошлое. Но тем не менее, должны переплетены быть пути государства и церкви? Или же это два института, ну параллельно развивающихся, потому что вы сами понимаете, что границы государства могут быть переосмыслены, перестроены, а вот границы веры, оно, в общем-то, наверное, не существует? Вы знаете, вот история христианства, как веры государственной, начинается с Константина Великого, великий император Византийской империи. Они не называли себя византийцами, они считали себя римлянами, называли себя ромеями. Сам Константин даже не говорил по-гречески, он говорил в латыни. Почему церковь так легко отдала себя в руки государства? Случай с Константином был удивительный. Его избирает Христос, а не церковь. Вот как-то странно. Его бытийная такая легенда и, в общем-то, часть истории, которую мы знаем, говорит о том, что он одерживает свою победную, победу одерживает он в битве, после того, как ему является Христос, велит ему нарисовать символы Христа на счетах своих воинов и говорит, вот этим побеждай, сим побеждай, вот этим крестом, ХР, вот эти такие две буквы, переплетенные в такую щитовую раскраску. И церковь увидела в этом некий знак, что Христос отдает себя в руки государства, которое должно охранять внешние границы покоя церкви. Это не означало, что император становится священником в церкви. Это означало, что отныне будет некая такая золотая идея вот того самого двуглавого орла, симфония великой государевой власти и божией власти. Эта эпоха канула в лету, то есть она ушла, мы живем в мире, где больше не существует религиозных христианских государств, отчасти там остаются какие-то формы в Греции, немножечко это у румын пересекается с действительностью. Мы повзрослели и теперь как бы мы отделены от государства. Это означает, что церковь не участвует в управлении государством. Но это отнюдь не означает, что церковь исключена из деятельности и из жизни государства. Потому что в христианском понимании, вот как я рассказал в краткую историю церкви, добавить к этому нужно лишь следующее, что каждый христианин становится священником Нового Завета. То есть ты являешься тем, через которого в этот мир должен входить Христос. Соответственно, ты становясь депутатом, директором школы, не знаю, руководящим там работником, политиком в конце концов, ты остаешься христианином и священником своего Нового Завета. В христианском понимании, в отличие от французского, где там церковь-то была клирикальная организация, вот они отделили церковь и так они посчитали, что это работает. В нашем понимании это не так. Это всего лишь означает, что государство становится светским, но не атеистическим. То есть отныне государство просто светское. Оно вправе, это государство, вступать в отношения со всеми религиозными организациями и, конечно, вправе, в том числе оказывать особое содействие той христианской своей организации религиозной, которая является культурообразующей для этого государства, смыслоутверждающей и так далее. Понятно, например, что в какой-нибудь Мьямне будут поддерживаться местные религиозные течения, в Индии свои, в России, в Молдавии свои. В этом нет ничего плохого или ничего нездорового и страшного. Мы прекрасно понимаем, что в той эпохе, в которой мы живем, нам важны эти отношения с государством. Важны по многим причинам. Хотя бы даже потому, что мы пытаемся как общество христиан сохранить некую очень высокую консервативность. Я не хочу, чтобы по улице моего города шествовали садомиты. Я не хочу, чтобы всякие были гей-парады. Не потому, что я плохо отношусь к этим людям, я плохо отношусь к этим явлениям, однозначно. Люди для меня, они отвечают перед Богом на свои грехи. Но само явление является для меня как бы бедою и болезнью. И поэтому я, как христианин, буду участвовать в жизни этого государства хотя бы тем, что я буду выражать свой внутренний протест. Если не получится, я стану партизаном. То есть я не минуемо буду участвовать. И я буду призывать всех крещеных депутатов к такой деятельности. А иначе зачем вы этот крестик носите? А иначе зачем у вас крест на флаге? А иначе почему вы ходите к Штефану, возлагаете цветы? Штефан что делал? Он что, понимаешь, был там каким-то политическим воителем, который пытался дружить с Соединенными Штатами и в ООН голосовать с ними вместе? Он говорил, что надо веру сохранять. Это главный завет Штефана. Когда он умирает на постели в великой легенде, в песне великой, он собирает бояр и говорит им, что вы должны хранить эту землю и ее веру. Потому что иначе вы никто, иначе вы дворняжки, вас нет в истории. Вы просто-напросто прах, который сдувается с этой земли и по делам этому праху, ибо он мертв. И, соответственно, вот здесь мы должны четко и твердо понимать, что наш трудный, но творческий симбиоз с государством возможен и необходим. Он необходим даже больше государству, чем нам. Потому что очень часто государству легче откупиться, да, а церкви легче промолчать. Так тоже, к сожалению, часто бывает. Но некому больше сказать в этом мире слова правды. Вот жесткую правду, это не услышат политиков. Потому что политики, они там топят друг друга не потому, что они за правду борются, а потому что такова природа совершенной вот этой уродской современной демократии, которую вот так нам показали. А вот слово «правда» — это слово всегда крестное, потому что правда, она всегда гонима. И говорящий правду всегда отвечает своей карьерой, своей жизнью, своей репутацией, в конце концов. Поэтому мы, как церковь, существуем во многом именно поэтому. И мы всегда под ударом, потому что говорит церковь, а какое ваше дело, не вмешивайтесь. Молчит церковь, а почему вы молчите, кто вам дал право молчать, скажите слово, вмешайтесь. И, соответственно, как бы вот перед лицом мира, который далеко, часто далеко не понимает, что означает светское государство. Они думают, что светское — это атеистическое, вот как в советское время. Совсем нет. Светское, еще раз говорю, это государство, которое вправе входить в отношения с кем угодно. Это государство, которое существует как провозглашенная нами власть, делегированная нами христианами. И я, как христиан, отвечаю за то, что преподают моим детям в моей школе. Потому что я, как человек в этом обществе, живущий, коммуницирующий с христианами, мы понимаем, что это на нашей аналогии существует. И не от моего имени исключают из сетки программы какие-то, которые кому-то хочешь. Не от моего имени террор осуществляется. То есть это для меня остается за пределами христианской нравственности. И я об этом имею право говорить. Я не могу озвучить голос церкви. Это там дело митрополита, патриарха. Но я имею право как гражданин и должен, и призван действовать вот так, как позволяет мой гражданский внутренний долг. Понятно, что как священник я действую в рамках своего прихода, где он объединяет уже огромное количество людей разных убеждений. Но и это не означает, что мы пусты для этой дискуссии. Кто сказал, что христианство вычеркнуло из политической дискуссии? Просто у нас нет такой культуры. У нас, например, о образовании будут говорить какие-то люди, которые считают себя экспертами и профессионалами. Но почему не привлекаются люди нравственного движения души? Там священство, люди культуры. Ведь это сложная система образования человека. Мы ведь преподаем не только математику, но и литературу, которая штука спорная. Никто ведь нас не убедит, что Катерина луч света в темном царстве. Надо еще это объяснить и доказать. И так далее. То есть вот в этом смысле коммуникация, я считаю, недостаточная у нас у государства и у церкви. Глубоко недостаточная. Ну вот прозвучало слово «правда». В сегодняшнем мире, мне кажется, критерии этого определения, что такое «правда» настолько сегодня размыт и настолько по-разному истолкован, что вот смотрите, в сегодняшней реальности Молдова, современная Молдова, вкручиваясь в этот мир, который нас окружает, пытаясь определить свое место на геополитической карте, на вообще свое место в жизни людей, которые, кстати, так активно покидают сегодня Молдову, в современной Молдове, которая вкручивается в противостояние между Западом и Востоком, рождаются такие критерии правды, например, как часть людей убеждает, что унионизм – это правда. Часть людей говорит о том, что можно, будучи, так сказать, ну, будем говорить обычным гражданином, но можно себя реализовывать и говорить об этом открыто, например, о своих каких-то определенных пристрастиях, ну, вы их назвали общим словом «содомиты», и устраивать парады, говорить о том, что это, ну, почему бы не быть таким открытым, а общество в свое время должно быть толерантным или, как бы, если привести такой русский эквивалент, терпимым, хотя мне кажется, толерантность гораздо шире, а терпимость – это гораздо четче определяет, ну, нельзя быть терпимым к выражению, так сказать, то, что осуждается, ну, допустим, в качестве открытого проявления своих каких-либо особенностей своей культуры, своего характера. Вот как определить, что должно стать емким критерием определения правды? Я думаю, что первое и самое главное, что должно в любом обществе существовать, должна быть обширная большая площадка для дискуссий, внутри которых мы выясняем не личностные характеристики того или иного человека, а где мы обсуждаем идеи, где мы обсуждаем пути развития человека, общества, мира и так далее. И вот христианство – это, на мой взгляд, одна из самых глобальных площадок, потому что оно предлагает уважение к человеку как базис, но уважение к человеку, который не какая-то, грубо говоря, выдуманная идея, а человеку, о котором мы понимаем, что мы говорим. Ну, чтобы было понятно, если мы сейчас просто даже обратимся к тем людям, которые нас смотрят, и вот навскидку, кто может за одну-две фразы сформулировать, что такое человек? Это сложнейшая тема, на самом-то деле. При этом права человека, при этом тын-тын-тын-тын-тын, у нас огромная система там вокруг этого раздута, а по отношению к кому мы эти права применяем, если мы не решили пока, что такое человек? Мы с вами обсуждали разве когда-нибудь, какая будет общественная форма жизни в нашем обществе? Кто сказал, что мы должны жить в буржуазном мире? А если мы живем в буржуазном мире, значит, мы никто никому ничего не должны. Почему я должен учить какие-то языки, действовать таким? То есть государство отказалось от своих граждан. То есть буржуазный, либеральный мир, живите как хотите, мы вам не мешаем, мы вам не помогаем. То есть это ваше право строить свою жизнь как хотим. Однако же мы видим, что это государство пронизано огромным количеством идей политических, нравственных и так далее. Все эти идеи преподносятся мне почему-то как обязательная норма. Кто обсуждал со мной вообще эти темы? Кто обсуждал со мной, что я хочу, что преподавали моим детям, что должно происходить в нашем городе и так далее. И, соответственно, вот я бы сказал так, что христианский подход, он очень честный. Он опять-таки предлагает нам быть честными по отношению в первую очередь к самим себе и честными по отношению к Богу. Это уже более высокая категория, допустим, мы ее уберем, чтобы сравнять шансы верующих и неверующих. То есть христианский подход, он замечательен в том смысле, что он говорит, что человек, ты действительно свободен. Это правда. Это самая важная правда. Но мы четко должны разделить понятие свободы и произвола. То есть свобода — это не делаю, что хочу, а свобода — это когда мои действия обращены на благо ближнего и на благо того мира, в котором я живу. Хотя бы для начала. Соответственно, для того, чтобы понять это благо, что для нас благо, а что не благо, мы должны очень широко и серьезно в обществе вести культурно-нравственную дискуссию. Это самое главное основание. Не бросаться друг к другу дурацкими обвинениями, обличениями, унионизм, неунионизм, а понимать, что как раз все вот эти вспышки такого кошмара, они существуют именно потому, что в обществе не ведется никакого разговора серьезного. Потому что у нас каждая власть узурпирует вот это место, превращает его в площадку для достижения своих идей, и ей плевать, что она вот своим рощерком пера может зачеркнуть тысячелетнюю идею бытия этого народа. У нас 25 лет вся каждая приходит в власть, говорит, реформа, сколько можно реформировать? Что за шизофрения все реформировать? Когда жить мы начнем? Скажите, пожалуйста. То есть вот христианская площадка… Жизни в ожидании жизни. Конечно. Это какой-то бред, что все будет завтра, вот не сегодня. И вот в этом глобальная катастрофа нашего мира, что мы потеряли не только как бы там нажитой опыт, но мы не хотим возвращаться к серьезным вещам. Нам кажется, что мы будем затыкать дыры через поверхностность. Вот мы там повесим табличку Евросоюз, и все заживут круто. Это вот есть такие алармисты в православии, которые говорят, что там где написано три шестерки, брать нельзя. Ну давайте писать везде тогда три тройки, там я не знаю, в честь Святой Троицы. Это, видимо, поможет как-то миру облагородиться. То есть вот все идеи, связанные с каким-то примитивным решением, примитивным подходом, должны отметаться. Христианский подход очень простой, что ты говоришь с любым предстоящим с тобой человеком на грани ответственности своим сердцем и своей совестью за то, что ты делаешь. Ты не можешь действовать от лица глобальных организаций, партий, чего угодно. Вот ты человек, который за все даст ответ перед этим обществом, перед Богом, если ты верующий. И разговор о человеке начинается вот в христианстве как раз с Пасхи. Вот для меня, как для христианина, образец человека — это Христос. И я каждое свое действие, я пытаюсь понять, а как бы вот действовал Христос в связи с Евангелем, который я читаю, в связи с той правдой, которую я о нем знаю, какова его бы была мотивация в этом мире, что говорил он о государстве, что говорил он об общественных отношениях, о человеческих. Он много чего сказал, эти слова есть. И в этих словах кроется для меня самый важный смысл. И мы, как люди, вот как общество, должны попытаться не дать себя расшатать, не дать себе соврать. И чем меньше мы знаем, тем легче нам врать. Чем меньше я знаю это, тем легче меня обмануть. Чем меньше я читаю просто книг, хорошую литературу, тем легче меня обмануть. Чем больше я доверяю самому себе, тем легче меня обмануть. Потому что все мои постулаты, получается, ни на чем не зиждутся, они пустые. И вот самые стойкие вещи — это то, что ты приобрел в опыте. Ты пережил что-то, это твое. И вот христианство переживает к личному переживанию. По-другому ничего невозможно, никакие твои пустые идеи ничего не решают. Решает только твое сердце, которое живет по правде, которую ты ищешь. А правда, о которой идет речь, она ведь в каком-то смысле проста. Для начала эта правда начинается с того, что я пытаюсь вглядываться в самого себя и искать себя настоящего. Кто же я? Что я за человек? Трус я? Подлец я? Сволочь ли я? То есть кто я? И какой я беру ориентир? Мне же надо себя с чем-то сравнить, я не могу быть мерилом сам себе. Вот как христианин, если я сравниваю со Христом, я не знаю, с чем можете сравнить человек неверующий. Но пусть он сравнивается с высокими идеалами, не с низкими же в конце концов. И вот это мерило, постоянное испытание своей совести, оно приравнивает твои действия к какому-то смыслу. Иначе происходит бесконечное безобразие. Почему у нас там, например, постоянно пытаются ценз понизить, там, давайте голосовать, чтобы 16-летние пошли? Это категорически неправильно. Когда 16-летний ребенок говорит, мне жить в том мире, за который вы голосуете, а вы тут без меня. И я ему говорю, что это именно так. Вот Христос вышел на проповедь в 30 лет. Почему? Потому что тебя нету до твоих 30 лет. Ты не сложился как человек, у тебя не сформировался характер, у тебя не сложилась там даже психоэмоциональная среда. Ты просто еще отсутствуешь. И вот Христос — это великолепный ориентир. Для христиан это единственный ориентир. И его воскресение для меня вдруг смысл всему дает. Я могу терпеть множество, я могу жить, как христианство жило при любой власти, при любых режимах. Но я все равно понимаю, что мы отвечаем за мир, который нам дан от Бога. И я правду свою ищу. И я объявляю правды только то, за что я расписался кровью. Вот за что я в своем сердце могу поставить подпись собственной крови. Тогда я свидетель, иначе я никто. Спасибо. Ну, мы с вами ведем разговор в преддверии самого главного христианского праздника — Великой Пасхи. И вот в последние минуты нашей с вами беседы, что хотелось бы пожелать верующим, всем тем, кто отмечает этот день, кто в этот день собирается семьями, собирается своими единомышленниками. Что хотелось бы им пожелать, посоветовать, порекомендовать? Я бы хотел всем порекомендовать. Вот у меня в разговоре родилась эта мысль. Наверное, будет правильно ее продолжить. Я бы хотел всем пожелать побеждать так, как побеждал Христос. Он побеждал без боя, побеждал без крови, он побеждал без насилия. Он побеждал всегда, потому что он сам готов был пойти на крест, а не другого человека на этот крест вознести. Хотя, как Бог, он мог этот мир в прах превратить. И вот в этом величие, и в этом сила, и в этом любовь, когда ты готов свою жизнь всегда отдать за тех, кого ты любишь. И доказательства большего быть в мире не может. То есть ты жертвуешь свою жизнь только во имя самой высокой любви, во имя своих детей, во имя своих близких. Христос пожертвовал во имя нас. И я всем желаю от Бога этому научиться, чтобы в своем мире мы друг друга научились без боя в свою любовь пускать. Не видеть в друг друге чужих, а видеть нас всех вместе, обреченных в этой смерти, но спасенных Христом. Который спас нас через свою жертву, а не через то, что он к ногтю нас всех привел. Он нас не трескал дубиной сзади с криками «Ах, вы такие-сякие!», он наоборот молился нас и говорил «Господи, прости, мне знают, что они творят». И я вот хочу всем нам пожелать, чтобы мы, глядя друг на друга, прощали друг друга. Потому что мы много творим того, о чем не ведаем. Чтобы мы в своей любви шли всегда немножечко дальше, чем моя гордость. Чтобы мы друг в друге видели не оппонентов, не противников, а тех, кто можем вместе, объединившись в какую-то одну общую, пусть даже для начала и идею, но зная, что вокруг меня эти братья в этой идее живут со мной вместе, я знаю, что я могу на них опереться. И тогда у нас действительно произойдет воскресенье. Тогда наши покойники все воскреснут, они обретут новую жизнь, новое содержание. Но Христос дает нам настоящее воскресенье, которое без Него получить невозможно. Потому что если бы не было этой Его смерти, если бы не было этого светлого огня на этом гробе, если бы не воссиял Он, почему этот свет, Он воссиял на гробе, то, как когда-то спел Борис Борис Гребещиков, так и вышло бы каждому по делам Его. Так вот, слава Богу, что не по делам теперь, а по любви, потому что по делам нас всех положено наказать. А вот по любви нам положено бы друг друга простить, с Богом примириться и жизнь свою по-другому осмыслять, по-человечески искать правду, искать в себе действительно то, во что ты веришь. Потому что все равно ты опираешься только на что ты веришь, даже если ты считаешь себя атеистом. Атеист ведь тоже верит в то, что у жизни есть смысл. Отец Виталий, спасибо вам за эту беседу. Мы заранее вас благодарим за все дальше, будущее, дальнейшие наши с вами встречи и беседы. И думаю, наши телезрители разделят нашу, так сказать, веру в то, что это будет так же интересно, глубоко и по-настоящему с любовью к каждому из нас сказано. Да, Господи. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный оценок». У нас в гостях был клирик Свято-Георгиевской церкви Кишинева, отец Виталий Шинкар. Оставайтесь с нами, будет интересно, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин